Друзья, у меня вышла новая книга, она называется «Три Адама». Когда эту книгу писал, я понял, что есть люди по Библии, которых сделали на шестой день, и в седьмой день закончилась эта эпопея, а есть восьмидневные люди, которые уже совершенно к тем первым божественным предкам отношения никакого не имеют. Так вот, между этими двумя Адамами и произошла вся та война, которая описана далее в Библии и которую многие из вас читали, которая полита огромным слоем крови, и в результате смысл этой войны свелся к чему? Первые люди, которых сделали по образу и подобию Бога, они основали все цивилизации, которые были к тому моменту на земле. Мы знаем эти цивилизации. У нас на Руси была цивилизация возрастом от 50 тысяч лет и выше. И сейчас я выражаюсь в академических, хронологических рамках, потому что такая вот у нас сложилась хронология в официальной науке. А потом на восьмой день уже появились дарвиновские Адамы, которые приходили во все наши селения и убивали все наши народы. Причем это было по всей земле, которая им попадалась, так скажем, под руку. Начало действий официальных этого самого восьмидневного библейского народа приходится на Афганистан. Собственно, поэтому эта точка всегда имеет у себя военные базы. Были и советские, были и американские, и всегда там наши цивилизованные народы блюдут ту самую точку отсчета библейскую, которая известна историкам и известна религиоведам. А потом уже эти самые Адамиты, они пошли двумя путями на нашу цивилизацию. Одни пошли верхом через все вот эти Екатеринбурги и так далее, через Южный Урал и пришли уже туда, в Финляндию, и стали теми самыми чудными людьми, чудь люди, чудь. Вы, наверное, слышали такое понятие, я как-нибудь о них сделаю отдельный такой фильм. А вторые пошли через Южные территории, через Вавилон, через Украину и пришли в Новгород. Вот о первых говорят авистийские повествования, которые нам рассказывают о двенадцати зоро-астрийских выселках, а о нижних, о южных говорят несколько книг. Первая книга, которая из Афганистана до Вавилона и до Украины, это Вельсова книга, описывала вот это путешествие, и язык ее написания действительно был арамейский, он очень был близок в то время к древнерусскому языку, но, конечно, на него не походил, потому что слишком большие расстояния были в разнице. Но поскольку те территории были заняты Персией, она говорила тоже на достаточно русском языке, то есть понимаемом нами языке, то и эти самые выходцы из Афганистана, они тоже разговаривали и писали на этом языке. Потом, когда они пришли в Украину, здесь они уже сделали свою археологическую культуру, она тоже известна, чернолезская культура, и дальше они поднялись к великому Новгороду, где уже основали свое новое царство, оно тоже известно. И смысл вот этих всех раскопок, которые происходят там, и почему Новгород является центром всевозможной этой исторической вакханалии, которую мы сегодня видим при полном отсутствии раскопок в других русских городах. Смысл здесь как раз в том, что некоторые историки считают, что вот этот момент заселения, возвращение русского населения был главным моментом в русской истории, что, естественно, не так, потому что возвращение состоялось примерно в восьмом веке, о нем пишут тоже многие летописи, вы, наверное, слышали их. Эти летописи упоминают и о Свароге, и о Перуне, но только, знаете, наши историки говорят, не-не-не, этот что-то автор ошибся. Не ошибался автор, а все было правильно. Ну, так вот, я уже далеко ушел. И третий Адам в моей книге – это, естественно, Ной. Вы, наверное, удивитесь, но толкователи Библии, святые люди, святые в прямом смысле святой такой-то, они обалдевают сами от того, что сотворил Бог с теми восьмидневными людьми, которых он понаделал в виде Адамов. Они просто говорят, что он взял и этим потопом снес их к ядрине Фине. Просто снес. Да, вот они говорят, святые говорят, представляете, исполненные любовью, такой мировой благодатью о всем населении. Так вот, они говорят, да, вот сделал, но что, не понравились ему Адамиты, он всех снес. Так вот, Бог, оказывается, библейский снес, и снес кого он? Он снес Адамитов. И святые толкователи все говорят как один, что он снес всех Адамитов. Поэтому, когда нам некоторые товарищи, которые нам совершенно не товарищи, говорят, что у них договор с Богом и что они являются исполнителями вот этого договора, это все вранье. В Библии такого нет. И вы удивитесь, что там есть. Я удивился точно. Оказывается, после того, как Бог снес Адамитов полностью всех до одного, кроме одного, кроме Ноя. И вот этот Ной, по версии толкователей, он пристал на своем ковчеге к Араратским горам. Там есть и местности, которые названы и самим Ноем, Нахичевань, вы знаете, за них там все время идут битвы. Кстати, вот почему, собственно, там идут битвы? Потому что за священное место всегда идут битвы. Так же, как и за Афганистан, Сирию, Крым и так далее. И вот сегодня на Украине. Также есть в Армении и места, где похоронена супруга Ноя. Ну, то есть, короче, там полный набор. И даже Ереван они переводят так, как будто кто-то сказал, я вижу, вот показалась новая земля. Вот как переводится название этого города. А, кстати, в предыдущую эпоху, 8 тысяч лет до нашей эры, когда впервые род Всевышнего уходил из территории Руси и направлялся туда, в Индию. Помните, там Вышня, Крышня, Кама, все вот это, это потомки его Всевышнего. Так вот, это было 8 тысяч лет тому назад, и первая его остановка была на территории Армении. И первую свою официальную столицу армяне получили тогда. И она называлась Вишаб. Даже армяне почти никто не знает об этом. Кому я не говорил, они с удивлением узнавали, потом искали, переспрашивали и удивлялись, откуда я-то знаю это. Так вот, Вишаб буквально переводится как столица Всевышнего, рода Всевышнего, вот того рода, который вышел из наших территорий, с южных. Ну и также переводится как, естественно, дракон. И вот такие болванчики каменные, которые там ставили на горах Арарата, на долинах Арарата, в долинах Армении, они как раз и обозначали этого дракона. Посмотрите, это все есть в интернете. Ну и, наконец, от кого пошло сегодняшнее население нашей земли по версии Библии. Вы удивитесь, но от армян. Армяне – это как раз и есть потомки того самого Ноя по версии Библии и по версии толкователей Библии. У меня есть несколько своих мыслей на эту тему. Я отдельную такую же небольшую книгу напишу, потому что там не так все просто. Нельзя просто согласиться, даже несмотря на то, что толкователи святые. Но вот версия такая есть. И вот в этих книгах, книгах этой серии, которые относятся к книгу «Три Адама», я как раз разбираю вот такие небольшие моментики, которые достаточно разбираются на протяжении двухсот с небольшим страниц. Книги такие стоят недорого, в мягкой обложке, и они предназначены для того, чтобы человек смог разобраться в одном важном вопросе. Так что приобретайте эти книги. Я думаю, что вам будет интересно. Следующая книга, которая выходит за книгой «Три Адама», называется «Материализация мира». Там еще интереснее. И вы на самом деле наконец-то поймете, почему многие теперь уже говорят, что наш мир материализовался в 19 веке. Все разложено, в том числе и с позиции святых, и с позиции различных философов. И все это уже обговаривалось давно и решалось давно. Обо всем они говорили, просто нам этого не цитировали, оставляя нас в неведении.